Добрый вечер, вы смотрите новости на телеканале НЕСЕЙ, в студии Яна Макаренко и главное к этому часу. Пятеро детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ужурском районе края. Автомобиль, ехавший из Тувы в Красноярск, слетел в Кювет, что стало причиной аварии. Сотрудникам полиции предстоит ответить на ряд вопросов, в том числе, сколько времени находился данный водитель за рулем. Жители края написали большой этнографический диктант по истории, культуре и народу в России, какие вопросы были на добровольном экзамене. Большинство людей просто даже не знают, что их сосед какой-нибудь Лизгин, либо Силькоп, либо Тафаларец, либо Кет или Шорцы. Стадион «Локомотив» станет ареной для хоккея с мячом, как изменилась площадка после реконструкции, когда на обновленном поле пройдет первая игра. Раздевалочки уютные, конечно, и там и душевые, я посмотрел, и тренерские комнаты, и сушилка, и точильные есть на высоком уровне. 50 картин советских художников из Третьяковки и самого большого частного музея страны представят в Красноярске, когда и где пройдет выставка. Всех ведущих мастеров 20 века мы включили в состав, и можно будет проследить и за их творчеством, и за историей страны на протяжении 100 лет. Пятеро детей пострадали сегодня в ДТП в Ужурском районе края. На 92-м километре трассы Ужур-Шарыпово-Балахта микроавтобус, ехавший из Тувы в Красноярск, слетел в Кювет. Водитель перевозил пассажиров в частном порядке. В салоне находились 9 человек, в том числе шестеро детей. Один не пострадал, еще одного отпустили домой на амбулаторное лечение. А вот четверых госпитализировали в Ужурскую районную больницу с различными травмами. В ближайшее время троих детей бортом санавиации должны доставить в Красноярск. Все четверо были дистанционно консультированы краевыми специалистами. По итогу принято решение одного ребенка оставить в стационаре Ужурской районной больницы. По троим принято решение о госпитализации в краевой центр. Возраст детей, которые находятся в стационаре, 7, 10, 11 лет. У детей, которые будут транспортированы в краевой центр, сочетанная травма с трясением головного мозга. Как сообщили в полиции, попавший в аварию микроавтобус принадлежит частному лицу. Ранее владелец не занимался перевозками. Более того, число пассажиров автомобиля превышало количество мест в салоне. По этому поводу ГУВД проводит свою проверку, выясняя, как переполненный микроавтобус пересек границу Красноярского края, не вызвав вопросов у патрульных. Пока предполагается, что водитель не справился с управлением. У сотрудников полиции было установлено, что водитель местный житель республики Тыва, ему 41 год. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудникам полиции предстоит ответить на ряд вопросов, в том числе, сколько времени находился данный водитель за рулем. Сразу 11 улиц частично перекроют в центре Красноярска в эти выходные на время праздничных мероприятий, посвященных Дню Народного Единства и Столетию Революции. Об этом предупредили автоинспекторы. Уже сегодня с 10 вечера и до 4 дня субботы будет закрыт участок Баграда от Винбаума до Перенсона и проезд от Перенсона к гостинице Красноярск. В понедельник с 6 утра и до полного окончания праздничных мероприятий недоступными для личного транспорта станут проспект Мира от Декабристов до Винбаума и Карла Маркса от Декабристов до диктатуры пролетариата. Между Маркса и Ленина автомобильное движение остановят по улицам Горького, Обороны, Дзержинского, Диктатуры, Кирова и Перенсона. На стоянку на этом участке запретят еще 6 вечера воскресенья. Будут работать сотрудники госавтоинспекции, которые будут пресекать данные права нарушения, если они будут вплоть до эвакуирования принудительного транспортных средств, задержания его с постановкой на специализированную стоянку. Объехать можно закрытые для движения участки уличной дорожной сети по улицам Ленина, улицам Дубровинского, улицам Баграда. Но также использовать улицы Республики, улицы Ады Леведевой. Режим неблагоприятных метеоусловий в краевом центре продлен до завтра из-за безветренной погоды. Сообщение об этом опубликовано на сайте Среднесибирского управления гидромедцентра. За последние сутки на горячую линию передвижной эколаборатории поступило более 60 звонков. Люди сообщали о плотной дымке и неприятном запахе. Эксперты произвели замеры воздуха во всех районах Красноярска и обнаружили умеренное превышение нормы диоксида азота. Этот газ образуется в результате сжигания любого топлива, например, угля или бензина. Если анализировать наши последние замеры, мы выезжали в Ленинский, Кировский, Советский и Октябрьский районы, а также в Центральном районе. Все превышения передаются в Центральную лабораторию, где будут выписаны протоколы и переданы в отдел надзора для применения дальнейших мер. Завтра ситуация с атмосферным воздухом в Красноярске должна улучшиться. Синоптики обещают сильный ветер в Центральных и Южных районах края, который развеет дымку. Его порывы будут достигать 25 метров в секунду. Дело в том, что сегодня ночью мы уже ожидаем, что слабый восточный ветер сменится на юго-западный. Причем он будет вчера-завтра в связи с прохождением холодного фронта достаточно сильным. Поэтому город продует, возможно, не сразу, не во всех районах, но в течение дня завтра уже воздух города очистится. Ну и в продолжении темы экологии, власти и красноярские общественники теперь будут вместе бороться за чистый воздух. Сегодня были подписаны соглашения о сотрудничестве между Министерством экологии края, Ассоциацией экологических расследований и региональным отделением партии «Зеленый». В документе прописано, как именно стороны будут обмениваться данными о загрязнении воздуха и несанкционированных выбросах предприятий. Это позволит быстрее находить виновных и привлекать их к ответственности. Ведь раньше властям приходилось перепроверять информацию общественников, тратить бюджетные деньги и делать повторные замеры. Если раньше эти показания чаще всего вообще никак не принимались, только для сведения, то теперь это уже будет материал для административного производства, с одной стороны. С другой стороны, если раньше кто-то сигнализировал о каком-то факте загрязнения и не требовалось подтверждения со стороны контролирующих органов, то есть была служба по контролю, то есть требовалось выезжать в государственные лаборатории, что-то там подтверждать, то сейчас это уже больше не требуется. В этом соглашении прописано, каким образом будут браться замеры, какими приборами, как они будут поступать в министерство, какие еще необходимы в протоколах, которые будут передаваться к нам, указаны данные для того, чтобы их не перепроверять. Мы будем сотрудничать с любой организацией, которая готова вместе с нами работать над улучшением экологии Красноярского края. Я планирую, что к этим соглашениям присоединятся и общественные организации других городов в Ачинске, в Канске, в Лесосибирске. Но еще одно важное нововведение. На сайте Министерства экологии заработала интерактивная карта предприятий, которые должны отчитываться перед контролирующими органами в период неблагоприятных метеоусловий. Зеленым цветом горят те, кто не имеет нарушений, красным те, в отношении которых работают сотрудники министерства. Погорельцы из Стрелки въехали в новые дома. Что осталось доделать строителям, расскажем далее в выпуске. Здесь книги находят людей. Внимание! В городе Бородино на площади ДК «Угольщик» российско-белорусская ярмарка «Надо брать доброе». Теплые вещи, мед, сувениры, восточные сладости, абхазские специи и многое другое. Только с 5 по 9 ноября с 10 до 19 часов. Завод котельного оборудования «Урал-Котел» предлагает использовать свой уникальный опыт всем заинтересованным партнерам. В компании разработаны эффективные бизнес-решения в сфере теплоснабжения под ключ. Вы можете приобрести оборудование в рассрочку, либо взять в аренду на выгодных условиях. Мы готовы взять на себя строительство котельных и трубопроводов от проекта до гарантийного обслуживания, а также ремонт и модернизацию действующих теплоисточников. Качественное рентабельное теплоснабжение теперь доступно с компанией «Урал-Котел». Сенсация! Скоростной спутниковый интернет в России становится по-настоящему доступным. «Сенсат» — это стабильное надежное соединение и высокая скорость интернета до 45 мегабит в секунду. «Сенсат» — спутник безграничных возможностей. Фантазируя, мы делаем мир ярче. Копим бесценные моменты, удивляя. Пробуя, узнаем новые эмоции. Дарим свою любовь, заботясь о тех, кто нам дорог. Рахат. С нами вкуснее. Настоящие унты из камуса оленя в магазинах «Айхал». ТК на свободном, первый этаж. ТК «Квант», первый этаж. Телефон 272-96-76. Оптово-розничный склад «Радуга» на ЛАЗО-12Д 20 лет успешно продает белье и трикотаж для всей семьи. Для индивидуальных предпринимателей особая цена и доставка. «Радуга» — огромный ассортимент в одном месте. И в этом наше преимущество. Усталость, боль, тяжесть в ногах, вздувшиеся вены — признаки варикоза. Но главная опасность для здоровья — образование тромбов. Современное эффективное удаление варикоза за 40 минут в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». Бабушка не слышит ваших звонков? Она просто не слышит! Помогите своим родителям слышать без напряжения. Бесплатная консультация у специалистов по слуху «Аудионика». Когда смеситель меняли? Да уж, ровно три года. Надо менять. Любая сантехника долго не служит. Это прослужит. Водолея брали. Спорим? Спорим? Жди. Даже не протекает. Мужской хор Сретенского монастыря. 20 ноября в Гранд-Холле, Сибирь. Справки 281-14-15. Магазин «Истнова» отмечает день рождения. Это событие станет праздником и для наших покупателей. В честь дня рождения 6 ноября мы проводим розыгрыш ценных подарков. Главный приз — норковая шуба. Чтобы стать участником розыгрыша 4, 5 и 6 ноября, приходите вы снова за покупками. В эти дни все с праздничной скидкой 70%. Вы можете купить куртку или дубленку, любую шубу, и за каждый чек получите купоны участника. Покупку можно сделать в том числе и в рассрочку на 2 года и без переплат. В этом случае купоны также выдаются на полную стоимость товара. Приходите 6 ноября. Все купоны участвуют в розыгрыше в магазине по адресу улица Авиаторов 5. Вы можете выиграть норковую шубу, а также дубленку, мутоновую шубу и куртку. Модель вы можете выбрать сами. День рождения в Иснове. Праздник для вас. И снова ТЦ Авиатор. Улица Авиаторов 5. Вы смотрите новости и мы продолжаем выпуск. В поселке Стрелка почти все семьи, потерявшие жилье в майских пожарах, заселились в новые дома. Строителям осталось сдать три последних коттеджа. В планах завершить все работы до 15 ноября. Как обустраиваются новоселы, расскажет Анжелика Александрова. Ну вот, наконец-то мы дождались, переехали в свой дом. Сейчас готовлю на обед голубцы тут у меня. В ожидании вкусного обеда вся большая семья Галина Адамюк. Отметит новоселье, приехали дочь и трое внуков. О страшном пожаре Галина Васильевна вспоминать не любит. Огонь уничтожил дом, в котором женщина прожила 30 лет. Пожар когда начался, но дома не было. Я приехала, смотрю, горит все, и на нашу сторону уже огонь летит. Я забежала домой, не знаю, что взять. Ну, документы, конечно, схватила. Взяла вот этот чайник, полбулки хлеба и заварку. Вот что к чему. Теперь этот чайник своеобразный оберег в новом доме. Все остальную бытовую технику женщина, как и другие погорельцы, получила новую. В трехкомнатном коттедже есть где развернуться. Отдельная комната выделена даже внукам. Они с удовольствием помогают бабушке по хозяйству. Помогаю. Убирать постель, полыть полы и пошуду мыть. Ключи от новых коттеджей получили 38 семей. Волковы почти неделю ночевали без мебели, но зато в своем собственном доме. И очень рады, что наконец-то обрели крышу над головой. У нас осталось только корпусную мебель собрать, поставить. А так все уже. Шторочки. Но это мы потом пока так рулоны повешали, потом стюли повешаем со временем. Так в принципе все нормально, дома тепло, хорошо. Ну, стараемся. В микрорайоне Восточный не готовы всего три дома. Их строители обещают сдать до 15 ноября. Сейчас на стройке по-прежнему работают около сотни человек. Еженедельно в Стрелку приезжают представители краевой власти, чтобы лично контролировать процесс. Мы сегодня говорим то, что мы построили 41 дом, практически 41 коттедж. Мы говорим о 41 септике. Мы говорим о благоустройстве домов, потому что поставлены и котлы, которые обеспечивают отопление, и ванны, и все, что включает слово благоустройство в себя. То, наверное, все-таки нужно говорить о том, что это на самом деле получился такой достаточно большой и серьезный проект. Для себя мы оценку как минимум удовлетворительно ставим точно. После того, как ключи будут в руках у всех семей, разнорабочие приступят к возведению хозпостроек. У каждого коттеджа сделают вот такие сараи для дров. А уже на будущий год дома огородят заборами и заасфальтируют дороги в микрорайоне. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов, Новости. 5 тысяч мест на трибунах, 3 новых здания и современное оборудование для искусственного льда. В Краевом центре завершается реконструкция стадиона «Локомотив». В новом сезоне именно эта площадка станет специализированной ареной для хоккея с мячом. Как изменился стадион после большого ремонта и когда первая игра, расскажем в сюжете далее. Несмотря на 13 градусов тепла, на льду самый настоящий хоккейный матч. Это товарищеская встреча юных хоккеистов Енисея и их соперников из Абакана. В Хакасии таких полей пока нет, поэтому юные спортсмены приехали тренироваться в Красноярск до наступления холодов. Оценить гости успели не только лед, но и новые корпуса стадиона. Раздевалочки уютные, конечно. И там и душевые, я посмотрел. И тренерские комнаты, и сушилка, и точильные есть. На высоком уровне для детей это вообще замечательно. На хорошем уровне, да. Для нас это только мечта. Три новых здания окружили стадион. Два из них предназначены для детей и подростков. Там целых 10 раздевалок для будущих чемпионов. А третья для основного состава хоккейного клуба «Енисей». На ближайшие два сезона «Локомотив» станет их домашней площадкой для игр и тренировок. Сейчас мы находимся в самом святом месте. Сердце клуба «Енисей». Это их раздевалка домашняя, где больше времени и все эмоции команды происходят здесь. В этом помещении оборудованы как сауны, медблок, так и тренажерный зал. Предлагаю вам осмотреть, ознакомиться. Посмотреть есть на что. Современное оборудование, новая мебель, душевые. И все продумано для удобства игроков. Медицинский кабинет уже оснащен всем необходимым. Есть даже массажная комната. Сейчас наши хоккеисты на пути в Кемерово. Но уже 11 ноября они примут здесь команду из Первого Уральска. Для гостей предусмотрена вторая половина здания. Там точно такой же спортивный комплекс, как и у хозяев поля. О зрителях тоже позаботились. Сегодня здесь помимо гидроизоляции трибуны, кресел современные сделали весь ремонт в местах общего пользования. Это тоже важно, чтобы болельщик пришел и не только посмотрел, но и на подходе к стадиону, на самом стадионе чувствовал себя комфортно. Во время перерывов это для нас тоже была основной задачей. На реконструкцию локомотива было потрачено более 400 миллионов рублей. На эти деньги отремонтировали подпорные стены и установили осветительные приборы, соответствующие международным требованиям. Холодильное оборудование позволяет продлить тренировочный сезон с конца октября до конца марта. А весной здесь будет постелено резиновое покрытие для беговых дорожек. Это превратит стадион в круглогодичный спортивный комплекс. Сергей Сеславин, Мария Антюшева, Всеволод Никитин. Новости. На финишную прямую выходит и реконструкция центральной набережной Енисея в Красноярске. Подрядчики завершают укладку брусчатки на территории и устанавливают скамейки. А на месте парковки в районе речного вокзала строители создают ландшафтный парк с многоуровневыми клумбами. Рядом появятся детские игровые площадки и зеленая зона. Здесь уже высадили и черемуху, и иву, и шиповника. В ближайшее время на набережной подключат освещение. В ближайшее время запустим участок от рекпалаты до коммунального моста. Сейчас уже смонтировано оборудование и прошли все согласования. И на начало декабря мы планируем уже произвести все пусконаладочные работы на участке от коммунального моста по функциональному освещению, а также лифтовому оборудованию. 4 ноября жители края, несмотря на выходной, смогут пройти диспансеризацию. Какие документы нужны для приема у врачей, расскажем далее в выпуске. Деревенский творог. Он жирный. Преображение в реальном времени. Мы тратим по одному миллиону рублей. Они готовы к кардинальным изменениям. Смотрите третью серию телепроекта «Внешность на миллион» 7 ноября. Только на телеканале «Инисей». Генеральные партнеры проекта. Красноярский центр пластической хирургии и поликлинической медицины. Профессорская стоматология «Зубник». Центр врачебной косметологии «Медикал Групп». Все думают, что кредит – это сложно. А у нас все просто 9. Ставка всего 9%. И оформить прочее простого. Азиатский Тихоокеанский банк. Разберется даже взрослый. Настоящие унты из камуса оленя в магазинах iHub. ТК на свободном, первый этаж. ТК «Квант», первый этаж. Телефон 272-96-76. Меховой салончик объявляет акцию минус 50%. Сумм – второй этаж. Родители. Сколько сил они отдали нам. Пришло время позаботиться о них. Санатории Белокуриха, Сибирь и Катунь снижают цены на путевки для пенсионеров. Подарите родителям отдых, о котором они мечтают. Лазерная коррекция зрения, передовая технология «Смайл» только в Глазном центре Красноярска. Бесплатная консультация. Операция 12 тысяч рублей. Глазной центр на Никитина 1В. Чтобы признаться своему питомцу в любви, слова не нужны. «Наша марка» – ежедневный рацион для вашего питомца. «Наша марка» производится в России. «Сенсация» – скоростной спутниковый интернет в России становится по-настоящему доступным. «Сенсат» – это стабильное надежное соединение и высокая скорость интернета до 45 мегабит в секунду. «Сенсат» – спутник безграничных возможностей. Авиакомпания «Ир Аэро» со 2 ноября открывает новое регулярное направление «Красноярск-Магадан». Перелеты осуществляются на современном воздушном судне «Суперджет-100». Нам зимой будет жарко. Где? На московской ярмарке верхней одежды. А что там? Буховики. Теплые и стильные. Яркие и модные. А цены еще и доступные. Мы готовы к морозам. Московская ярмарка верхней одежды. ТЦ «Авиатор» и магазин «Ермак» на Матросово, 18. Хотели накопить на квартиру, а заработали еще и на машину. Можно просто копить, а можно копить, зарабатывая. КПК «Регион Сибирь». Ваши сбережения. На вас работают. 200-49-69. Комплексное оснащение предприятий общественного питания. Профессиональное оборудование, посуда, кухонный инвентарь и униформа для персонала. Склад «Супермаркет-Экспресс», Красноярск, улица Дудинская, 1, строение 1. Ивавилова, 1, строение 51. Онлайн-заказ на сайте экспресс-дефиспосуда.ру. Вы уверены, что ваша пенсия рассчитана верно? У каждого третьего обратившегося к нам пенсионера выявлены нарушения в расчете пенсии. Чаще всего не учтен весь стаж и неправильно применены коэффициенты. Позвоните по телефону, указанному на экране, и узнайте о возможности увеличения вашей пенсии. Юридическая служба «Единый центр защиты». И снова празднует день рождения. Только с 4 по 6 ноября скидка на все 70% и розыгрыш норковой шубы. Улица Авиаторов, 5. Завтра, 4 ноября, несмотря на праздничный выходной, жители края смогут пройти диспансеризацию. Поликлиники будут работать с 8 утра и до 2 часов дня. В этом году обследование проходят взрослые люди, чей возраст кратен 3-м, начиная с 21 года. Цель диспансеризации – своевременно диагностировать болезнь и предотвратить ее развитие. Чтобы начать проверку здоровья, нужно обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства с паспортом и медицинским полисом. Ну а если возникнут вопросы, можно позвонить на горячую линию ее номер 8 800 700 303. 30 вопросов о культуре хакасов, татар, башкир и других народов России. В нашем крае во второй раз прошел большой этнографический диктант. В этом году к международной акции присоединилось рекордное количество городов и районов нашего региона. На какие вопросы нужно было ответить и как готовились к диктанту участники, расскажет Ольга Тишинина. За час до диктанта появляются первые участники. Нужно успеть пройти регистрацию и получить свой индивидуальный номер. Все работы будут закодированы. Эта площадка находится в Доме дружбы народов Красноярского края, поэтому состав здесь интернациональный. Написать диктант мог любой желающий, независимо от гражданства и образования. Главное условие владения русским языком. Я в прошлом году тоже участвовал в этом диктанте. В этом году появился еще раз желание и интерес, чтобы участвовать, узнать побольше о истории. Насколько баллов в прошлом году написали? Можно это высекать. Чтобы проверить свои знания о народах, проживающих в России, многие готовились заранее, штудировали книги. Другие говорят, узнавали о национальных особенностях у знакомых из других культурных автономий. Я уже очень много лет занимаюсь темой религиозной, национально-культурной организации в городе Красноярске. Это изначально было вообще по работе, потому что я как раз при службе занимаюсь этой линией работы. Поэтому очень много лет хожу на национальные праздники, на различные. Как бы посмотрим, как напишем тест. Этнодиктант накануне Дня народного единства проходил по всей стране и даже за рубежом. Участники приступили к заданиям ровно в 10 часов по московскому времени. Все серьезно, полная тишина, никаких телефонов и интернета. На диктант дается 45 минут. Вот так выглядит большой этнографический диктант. По сути, этот тест состоит из 30 вопросов. Причем 10 из них посвящены региональной специфике. И надо сказать, задания здесь непростые. Например, нужно отгадать этнографическую загадку, что у русского в избе, а у бурята на улице. В других вопросах нужно соотнести названия священных писаний и виды храмов с традиционными религиями России. Сказать, где живут ингерман ланцы и что такое чарки. За каждый правильный ответ дается один балл. Проверили свои знания некоторые известные красноярцы. Тест прошел исполняющий обязанности первого заместителя губернатора края Сергей Пономаренко. По всему Красноярскому краю этнографический диктант писали на 145 площадках. В прошлом году их было всего 12. Моё базовое образование историческое. Я занималась изучением народов России. Мне это было интересно. Я не готовилась к основной части диктанта. Решила, что буду писать на остаточных знаниях. Но скажу честно, я почитала по этнографии Красноярского края. Большинство людей просто даже не знают, что их сосед какой-нибудь Лизгин, либо Силькуп, либо Тафаларец, либо Кет или Шорцы. Никто об этом не знает. А данные мероприятия позволяют людям, как говорится, расширить свой кругозор и узнать тех людей, с кем они работают, живут на одной лице площадки. Чем больше ты знаешь о другой культуре, о другом народе, тем ты становишься более богаче, ну и, конечно же, меньше поводов для подозрительности. Во-вторых, если только ты начинаешь об этом думать, говорить, изучать, то у тебя появляется стимул, чтобы путешествовать и по нашей огромной стране. Как красноярцы и другие россияне знают историю и культуру разных народов, узнаем 12 декабря, в День Конституции. Результаты будут опубликованы на сайтах Большого этнографического диктанта и Федерального агентства по делам национальности. Ольга Тишинина, Алексей Гусев, Александр Ермошенко. Новости. Красноярская ГЭС сегодня отмечает свое 50-летие. 3 ноября, полвека назад, был запущен первый блок станции. Как сейчас работает вторая по мощности плотина в России и какие у нее перспективы, в сюжете далее. Сейчас мы находимся на щите управления гидроагрегатом, панели М. Здесь собрано полностью управление, измерение, защиты агрегата. Можно сказать, что это сердце, мозг гидроагрегата. Здесь, в сердце машинного зала, тишина почти идеальная, если не обращать внимания на урчание гидроагрегатов. Сотрудников немного, и это как раз норма. Значит, на станции все идет слаженно и без перебоев. Работу ГЭС поддерживают несколько цехов, в их числе турбины, электро- и гидроцеха. Чтобы все это работало круглые сутки, создана оперативная служба. Каждую секунду на смене находятся 9 человек. Они обслуживают все объекты на Красноярской ГЭС, меняя друг друга непрерывно вот уже полвека. Когда вводилась станция, то есть с ноября 67-го, смена была 20 человек. Потом по мере автоматизации, обновления оборудования, сокращалось, сокращалось. То есть сейчас мы вышли на количество, когда уже, ну меньше невозможно. А это центральный пункт управления. День сегодня особенный. Одновременно на станции дежурят три начальника смены. Кто работает в гидроэнергетике, понимает, какая это редкость. Задача сотрудников ЦПУ – управление и координация. На этих панелях сосредоточены приборы по всем системам Красноярской ГЭС. По генераторам, по линиям, по автотрансформаторам собственных нужд. Глядя на эти приборы, можно судить, нормально ли работает оборудование или имеются сбои. Напряжение здесь, особенно в момент каких-то аварийных ситуаций, на самом деле, значительно больше. Потому что самое тяжелое – это ждать. То есть отдал команду и ждешь, выполнили, не выполнили, когда выполнили, как выполнили. А может быть там что-то случилось, а ты об этом не знаешь. Вот самое сложное – это ждать. К счастью, за полвека работы серьезных аварий на Красноярской ГЭС не наблюдалось. Сейчас это современное предприятие, один из лидеров энергетической отрасли страны. При этом на станции постоянно думают о перспективах, непрерывно решая сразу несколько задач, связанных и с развитием оборудования, и с развитием персонала, и с улучшением экологической ситуации. Уже много лет на ГЭС проходят добровольную сертификацию международных аудиторов, которые подтверждают, что система управления и технологические процессы на предприятии соответствуют требованиям международного экологического стандарта. Выявляются существенные экологические аспекты, выявляются факторы на них влияющие, и нивелируется уже влияние. Допустим, если у нас сейчас два главных проекта, касающихся замены главных трансформаторов, например, главные трансформаторы у нас, вот мы сейчас автотрансформаторы, правда, заменили, в них меньше масла. То есть снижается риск воздействия масла на окружающую природную среду, на всю, на воздух, на природу, на почву, на воду. С таким подходом и стремлением к развитию Красноярская ГЭС уже давно стала опорной точкой для развития производств, индустриализации Красноярска и центральных районов края. За 50 лет изменились производства, многих заводов не стало, появились новые заводы, новые виды продукции, новые технологии. И мы, соответственно, должны соответствовать этому же времени. Должны вырабатывать электроэнергию по тем требованиям, по тем нормам, которые требуются уже новому производству. Собственник Красноярской ГЭС, ПАО «Евросип Энерго», ведет крупную инвестиционную программу по модернизации Красноярской ГЭС. При этом работа идет параллельно. То есть станция работает, вырабатывает ежегодно более 18 миллиардов киловатт в час из 69-70 миллиардов, которые ежегодно вырабатываются на территории Красноярского края. Сейчас модернизация на ГЭС находится в завершающей стадии. Осталось заменить рабочие колеса гидрогенераторов. Оборудование уже доставлено на станцию и в ближайшем будущем будет смонтировано. Алина Штоколова, Алексей Гузев. Новости. В Красноярском пищевом техникуме вскрыли замурованную в стене капсулу времени. Каким будущее представляла молодежь 60-х годов, расскажем через пару минут. Внимание! В городе Бородино на площади ДК «Угольщик» российско-белорусская ярмарка «Надо брать доброе». Теплые вещи, мед, сувениры, восточные сладости, абхазские специи и многое другое. Только с 5 по 9 ноября с 10 до 19 часов. Мужской хор Сретенского монастыря. 20 ноября в Гранд-Холле, Сибирь. Справки 281-14-15. Сенсация! Скоростной спутниковый интернет в России становится по-настоящему доступным. Сенсат – это стабильное надежное соединение и высокая скорость интернета до 45 мегабит в секунду. Сенсат – спутник безграничных возможностей. Аптово-розничный склад «Радуга» на ЛАЗО-12Д 20 лет успешно продает белье и трикотаж для всей семьи. Для индивидуальных предпринимателей особые цены и доставка. «Радуга» – огромный ассортимент в одном месте. И в этом наше преимущество. Лазерная коррекция зрения, передовая технология «Смайл» только в Глазном центре Красноярска. Бесплатная консультация. Операция 12 тысяч рублей. Глазной центр на Никитина 1В. В Красноярске вскрыли так называемую капсулу времени, из которой извлекли письмо потомкам. В 1967 году его замуровали в стену пищевого техникума накануне 50-летия революции. Некоторые из тех, кто тогда составлял это послание, были и на церемонии сегодня. Каким представляла наше время молодежь полвека назад, расскажет Сергей Сославин. В актовом зале техникума атмосфера революционного октября. Красные знамена и флаги советских республик. Перед сценой взволнованные люди. Все ждут, когда извлекут заветное письмо, хранившееся в стене полвека. Зинаида Шевченко одна из тех, кто присутствовал на торжественной церемонии 50 лет назад, когда это послание было оставлено. Вот я и думала, что будет все автоматизировано. Про механизацию уже было, думаю, будет в прошлом все это. Вот именно автоматизация. И вот эти компьютеры, мы даже чуть-чуть представление о них имели, видели так издалека. И вот все-таки вот эта цифровая технология у нас уже в мозгах тогда присутствовала. Полвека назад в закладке «Капсулы времени» участвовали отличники. Этой чести удостоились 35 студентов. Сейчас здесь собрались едва 15 из них. Большинству почти 70 лет. Они, тогда еще мальчишки и девчонки, даже представить не могли, что будет в далеком 2017-м. 50 лет, представляете, 50 лет прожить. Я вообще, я больной человек, в принципе, да я даже и не думала, что я могу так прожить. Но Господь дал мне эту жизнь, я благодарю его. Вообще, другое совсем ощущение этого поколения. Представьте, 50 лет назад, какими мы были. Мне 15 лет было, когда я поступила, это вообще ни в чем. У нас ручек не было, шариков. Мы мечтали шариков, ручек, когда ты говорила нам, что будут такие, что заправишь, сами будут писать. И вот момент, которого действительно долго ждали. Памятная доска, за которой хранится послание, поддалась за массивной плитой простая банка, в которой, как древний свиток, лежит письмо из 1967 года. Мы родились, выросли и живем в замечательное время. Время великих дерзаний и свершений. Время покорения космоса. Мы были свидетелями, когда над вековой тайгой летели шквал взрывов. Эта молодежь всей страны начала строительство грандиозной гидроэлектространции на Енисее, Красноярской ГЭС. Нынешние студенты техникума подготовили свое краткое послание потомкам. В нем они рассказали о жизни родного города и о современных достижениях науки. Упомянули и новую модель айфона. А еще немного пофантазировали, каким будет мир через три десятка лет. Мне кажется, это далекое будущее, где будет очень много развитых технологий, где уже более модернизировано образование, где, может, не будет и учебников, этих бумажек, книжек, а будет только планшеты электронные. Было бы здорово, если бы все-таки было более сближенное отношение народов и уже более высокое воспитание культуры людей. Новое послание студенты техникума пищевой промышленности принорушили к столетию своего учебного заведения. Вековой юбилей осветят в 2050 году. Для этого отпечатали вот такие пригласительные. Всего их 60 штук раздадут среди отличников учебы. Новое письмо поместили в ту же банку и ту же нишу. Через 33 года нынешние выпускники снова соберутся здесь, чтобы рассказать молодежи, каким для них был 2017 год. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко. Новости. С этой недели красноярцы смогут улететь в Магадан прямым рейсом из аэропорта Емельянова. Последние 10 лет такого беспересадочного маршрута не было. Добраться до Магадана красноярцы могли через Москву, тратя на дорогу почти целый день. Полеты будет осуществлять иркутская авиакомпания «Райра», которая работает на рынке перевозок уже 18 лет. Из Красноярска рейс будет вылетать в 2 часа ночи каждый четверг, а прибывать в магаданский аэропорт «Сокол» в 11 часов дня. Стоимость билета от 14 тысяч рублей. Планируется, что прямой рейс будет перевозить около 400 пассажиров в месяц. Перевозка пассажиров будет осуществляться на сухом «Суперджет-100». Это наш российский самолет, надежный, где используются композиционные материалы в его производстве. Дальность полета у него свыше 5 тысяч, до Магадана он будет лететь 4,5 тысячи. Время в пути около 5 часов. В Красноярск привезли картины из Третьяковской галереи Московского института русского реалистического искусства. На выставке под названием «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» можно будет увидеть 50 произведений. Для создания экспозиции в художественном музее имени Сурикова полностью меняют интерьер залов. Как идет подготовка к выставке и когда она откроется, расскажет Евгения Шелковникова. Сотрудники музея распаковывают работы, которые в течение месяца будут выставлены в Красноярске, пока эти экспонаты не показывают никому, кроме искусствоведов и оценщиков. Они проверяют их состояние. До Сибири добралась передвижная экспозиция «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». В своей коллекции произведений мастеров-шестидесятников, представителей революционной живописи, советского классического реализма и импрессионизма в наш город привезли Третьяковская галерея и один из самых больших частных музеев страны – Институт русского реалистического искусства. Многие из этих картин почти никогда не покидают постоянные экспозиции. И для наших ценителей искусства это редкий шанс насладиться шедеврами, не выезжая в столицу. Конечно же, графика Александра Дейнеки, которую мы буквально от сердца оторвали, чтобы включить в этот проект. Обычно она висит в постоянной экспозиции. Это работа восстановления Рассельмаши, ранняя работа Дейнеки, подготовительный эскиз к его известному большому панно. Вот она тоже в составе выставки будет присутствовать. Ну и плюс к этому такие произведения, как Пименов, Лабас, прекрасные работы. Естественно, без этого невозможно, и все это покажем. Всех ведущих мастеров 20 века мы включили в состав, и можно будет проследить и за их творчеством, и за историей страны на протяжении 100 лет. Все картины объединяет метафоричное изображение окон. Организаторы обыгрывают эту тему и в интерьерах. Для того, чтобы разместить экспозицию, пришлось буквально перестраивать залы Красноярского художественного музея имени Сурикова. Галерея превратилась в лабиринт из импровизированных окон. В каждом городе России, где уже побывала коллекция шедевров, была создана своя уникальная атмосфера. Мы отталкивались от самого пространства, которое было заложено в том или ином здании. Но мы старались обыграть каждый раз и рассказать именно историю окон. И здесь вы тоже видите такие интересные выемки. Это окна, по большому счету, которые открывают нам пространство, открывают воздух, свет. То есть несут в себе символическое значение. Все картины после осмотра снова тщательно упаковали, чтобы защитить от пыли и влажности. Шедевры достанут только после того, как очистят и проверят залы после ремонта. В этих ящиках специальный микроклимат с температурой 21 градус по Цельсию. Именно такие условия считаются наиболее комфортными для хранения картин. Произведения должны отстояться в ящиках минимум сутки. И только потом они вывешиваются на стены. Причем температура в зале также должна поддерживаться на уровне 21 градуса. Это строгое требование всех серьезных галерей. Выставка откроется на следующей неделе. Она будет работать с 8 ноября по 10 декабря. Посетителей также ждут мастер-классы и лекции от сотрудников Третьяковки и Института русского реалистического искусства. Вход бесплатный. Евгения Шелковникова, Александра Ермошенко. Новости.